Что такое истина? Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова. И болит так сильно, что ты младушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом. Что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь, и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся. Голова пройдет. Ну вот все и кончилось. И я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, Егимон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну, хотя бы в садах на Иллионской горе. Гроза начнется позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе большую пользу, и я с удовольствием сопровождал бы тебя. У меня появились в голове кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными. И я охотно поделился бы ими с тобою. Тем более, что ты производишь впечатление очень умного человека. Мне кажется, что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, всю свою привязанность поместить в собаку. Твоя жизнь скудная, Егимон. Развяжите ему руки. Как ты узнал, что я хотел позвать собаку? Это очень просто. Ты водил рукой по воздуху, как будто хотел погладить губы. Сознайся. Ты великий врач? Нет, прокуратор, я не врач. Ну, хорошо. Если хочешь держать это в тайне, держи. К делу это прямого отношения не имеет. Продолжение следует...